Молодая мама Екатерина Мячина хорошо помнит, как сама в детстве бегала по этому двору. Теперь выходит на прогулку с сыном, годовалым Максимом и племянницей Лерой. Только рядом с домом малышам места для игр мало. Старенькая песочница и два тренажера. Знакомых каждому рожденному в СССР. У нас тут домов много, площадок нет вообще. Вот два барабана, сколько я себя помню, с рождения стоят. На них они не могут играть. Ходим в парк далеко. Однако активные жители 60-го дома по улице Вольска решили не сидеть сложа руки. Начали с озеленения двора и благоустройства газонов. За поддержкой обратились в общественный совет микрорайона. А наше обязательство – следить, помогать. Здесь был спил старых аварийных деревьев произведен. Стали новые сажать. Вот с весны пока вот рябинки. Посадили в пять сиреней. Ну, начали облагораживать. На пустыре, где раньше стояли брошенные машины, жители решили организовать новую детскую площадку. Начинание поддержал общественный совет, в центре внимания которого именно те проблемы, которые в первую очередь волнуют горожан. И решают их общественники совместно с властями. В этом доме живут очень активные люди. Видите, они сами там сделали ремонтик. Один родитель сам сварил, сам устроил и качельки, и всякие гимнастические стенки. Вот они попросили дополнительно установить им ограждение, где можно было бы поставить песочницы и еще какие-то мало архитектурные формы, для того, чтобы детишки могли заниматься. Дальнейшее благоустройство детской площадки общественники и жители продолжат совместно. Будут здесь и горки, и качели. Жители уверены – сделают из своего маленького двора образец для подражания. Чтобы другие, более масштабные вопросы решались столь же быстро и эффективно, горожанам предстоит создать команду созидания из неравнодушных к родному городу людей. Отстаивать интересы жителей каждого микрорайона будут депутаты районных советов, которых самарцы выберут 13 сентября. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.